Приветствую вас и проблемы с прошлым связаны всегда двумя основными моментами, основными аспектами, которые есть в жизни человека. Первый аспект – это, собственно, прошлое. По какой причине вы считаете, что где-то, когда-то поступили неправильно, неверно, жалеете о чем-то, может быть, даже ругаете, вините себя. И это не дает вам возможности отпустить прошлое, потому что вы именно негативно воспринимаете то, что с вами произошло. И основная мысль, которая вас, вероятно, беспокоит, заключается в том, что вы считаете, что могли поступить по-другому. Вы могли бы поступить иначе, и тогда бы все было хорошо. Тогда бы не было бы тех негативных последствий, которые с вами произошли. В действительности же нужно понять, главное, что в тот момент, когда вы заходили в ситуацию, последствия которой вы оцениваете как негативные сейчас, вы не могли поступить иначе. Потому что на этот момент этих последствий, которые есть сейчас, нет. А вы были внутри ситуации и оценивать вы не могли. Вы не могли производить такую оценку своего прошлого, как сейчас, когда вы смотрите на события тех дней именно как на прошлого. То есть вы уже вне ситуации, и вы оцениваете как субъект, находящийся вне ситуации. Плюс приобретенный опыт, плюс последствия. Все это позволяет вам возможность оценивать то, что было тогда. Но в момент принятия решения ни опыта, ни последствий не было. Была весь ситуация, и вам нужно было принять решение. И вы приняли то решение, которое, по вашему мнению, было наиболее подходящим. Но наиболее подходящим в тот момент, а не в моменты последующие, когда вы уже увидели и последствия, и опыт появился, и так далее. То есть вы понимаете, что в определенный момент времени человек владеет определенным количеством знаний. И видит определенное количество возможных вариантов, ответвлений и так далее. И исходя из этого принимает решение. А когда он принял это решение и проходит время, он понимает, что, возможно, были другие варианты. И он видит реальные последствия своих действий, и ему кажется, что он мог и долго не было это предвидеть. В действительности, конечно же, ничего этого проявить он не мог. Именно в силу различия знаний относительно тех ситуаций и относительно тех решений, которые нужно было принимать в тот момент. Немаловажную роль играет и эмоциональное состояние. Сейчас, когда прошлое уже стало таковым, а вы воспринимаете все как бы через ретроспективу, вы, конечно же, эмоционально не вовлечены в ситуацию. Вы можете как бы адекватно, объективно оценивать то, что происходило тогда и смотреть под разными углами, понимая, что можно было поступить иначе. Но вы смогли это сделать, простите, когда? Когда касались вне ситуации. А когда вы были в самой ситуации, вы могли так поступить? У вас было время, возможность, средства для того, чтобы оценивать ситуацию так, как вы это делаете сейчас? Думаю, не было. Так, если у вас не было возможности, средств и, так сказать, времени для этого, на что же вы себя видите? Почему вы думаете, что могли поступить иначе? На самом деле не могли. Это иллюзия. Иллюзия выбора, когда человек думает, по прохождении какого-то времени, что он мог поступить из иначе в ситуации, которая приняла определенное решение. Но в действительности парадокс получается в том, что в момент принятия этого решения, другого его не существовало. Кроме того, что вы приняли. Прямо стало вам, казалось, лучше. Лучше. А лишь только по прохождению времени вы смогли оценить и захотеть что-то изменить. А уже нельзя, потому что прошло время. Теперь вам нужно лишь извлечь опыт. Если вы не можете это сделать сами, то с помощью либо специалистов на нашем ресурсе, либо с помощью своих близких и друзей, чтобы они помогли вам извлечь опыт. Понять, что это для себя. Сделать вас вполне, чтобы больше такого не повторять. И вот осознание того, что вы больше такого не повторите, ну, немножечко снизит вам переживания относительно прошлого. А в купе с пониманием того, что я сказал ранее, поможет и вовсе перестать на нем зацикливаться. Второй аспект заключается в том, что у вас, вероятно, достаточно бедная, неинтересная, скучная жизнь в настоящий момент. И вы обращаетесь к прошлому как к более яркому, по вашему мнению, периоду вашей жизни, тем самым убегая в него от реальности. Если это так, то нужно понять, а почему ваша жизнь является скучной? Почему она вам не нравится? Почему вы хотите от нее избежать? И как вы можете это изменить, а также что стоит на пути к этим изменениям? Какие блоки? Какие препятствия? Что мешает? Может быть это страхи, может быть это сомнения в себе, может быть неуверенность, может быть что-то еще. Но если какие-то блоки есть именно на пути полноценной, активной, яркой жизни, то с ними нужно разбираться и их убирать. Тогда вы перестанете смотреть в прошлое, потому что оно померкнет перед яркостью настоящих, своевременных, актуальных переживаний, впечатлений, целей и задач. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.